Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В преддверии активации периода выращивания рассады, многие стали спрашивать у меня о выращивании растений в минеральной вате, вот в таких вот кубиках, а также в особых ватных пробках. Стоит ли так делать? Какие у них есть преимущества? Стоит ли тратить на них деньги? В целом, все тепличные хозяйства, профессиональные тепличные хозяйства используют вот такую вот минеральную вату. Для того, чтобы обеспечить ваши растения на весь период до высадки рассады в грунт, посадкой в минеральную вату и не заниматься пересадками, перевалками, вам понадобится кубик примерно вот такого вот размера. Это 9 на 9 и высотой примерно 6 сантиметров. Но часто очень используются вот такие кубики размером поменьше. В принципе, они тоже годятся, и вы отрегулируете интенсивность роста с помощью разнообразных подкормок, для того, чтобы ваши растения ни в чем не нуждались. Конечно, ну вот такие это очень профессиональные кубики. Такие скорее любительские, предназначены они не для томатов, перцев, баклажанов, огурцов, а предназначены они для цветочных растений. Но беды не будет, если вы и в маленький кубик посеете овощи. Еще раз говорю, подкормками мы их всем-всем обеспечим. Значит, я вот в такие вот кубики посеял перцы, и они у меня уже взошли, и в принципе я очень доволен. Почему они мне нравятся? Потому что здесь, конечно, не идет речи ни о каких проблемах, связанных с инфекцией в почве. Полностью исключены черная ножка, там всевозможные выпривания, гнили и все остальное, просто потому что этот материал абсолютно инертен. Он напитывает очень много влаги, держит в себе хорошо влагу. И вот представьте, вот к вопросу о том, надо ли высаживать сразу в маленький стаканчик, а потом переваливать в большой. А вот сюда вот хозяйство тепличное, вот в этот большой кубик, да, там он пол-литра, да, даже больше, он сразу кидает просто сюда семечко. И выращивает здесь сразу же. Но как же так получается? Расхожее мнение огородников, что надо сперва в маленьком объеме сажать, потом перепикировать, подрезать корни, а потом еще один раз пикировать, пересаживать, перевалку делать, не пикировку, а перевалку, еще в больший объем. А то почва закисает. Ничего здесь не закисает, потому что здесь вообще плодородие равно нулю. Все плодородие мы делаем с помощью минеральных подкормок. Это очень хорошая штука такая, потому что мы можем все сами контролировать и регулировать. Растворы лучше осмокота, подкормка на хлорофилл, любимый эликсир ваших растений полностью подходят для того, чтобы обеспечить питание нашим растениям при выращивании вот в таком вот минеральном материале. Ну, к тому же, это же кубики, их вот так вот один к одному ставишь в какую-нибудь плошку, в поддончик и поливаешь в поддон, и все замечательно. Поэтому можно выращивать от посева семян непосредственно в этот кубик до периода высадки на постоянное место. Многие спрашивают, дискуссия идет, а можно ли эту минеральную базальтовую каменную вату пихать в почву, не нарушит ли она нормальные процессы в почве. Вот я вам точно скажу, ничего она там не нарушит. Она постепенно разрушится и станет частью минеральной основы вашей почвы. А до этих пор она будет представлять из себя хорошие аккумуляторы влаги, когда она будет впитывать избыток влаги в почве и потом ее постепенно отдавать. Вот фирма Коперт совершенно недавно выпустила релиз для тепличных хозяйств. Ну, такая очень известная фирма, которая обеспечивает тепличные и нетепличные хозяйства фермеров различными средствами биологического контроля. Она у нее и триходерма Т-22 известная, там у нее и шмели, у нее и фитосеюлюсы, и все-все-все очень много. И для борьбы с белокрылкой, червицами, все с помощью живых организмов. И вот они недавно выпустили особый такой бактериальный комплекс для пропитывания вот этой минеральной ваты, для того, чтобы корни в ней, у тепличных растений, гораздо лучше развивались, чем просто в минеральном растворе. Ну, Коперты, конечно, молодцы, кто спорит, это гиганты. Но у нас с вами в запасе есть мультибактериальный комплекс от Profit, который вы можете использовать и который, честно вам скажу, по микробному составу далеко-далеко ушел от Коперта и уже гораздо более совершенный, чем те две несчастные бациллы одинокие, которые там у Коперта есть. И они позиционируют это как суперпрорыв в тепличном хозяйстве. А у нас с вами есть мультибактериальный комплекс от Profit, который гораздо в тысячу раз лучше, чем этот самый западный Коперт. Поэтому, если вы пользуетесь вот такими вот штучками, то обязательно используйте полезную микрофлору, для того, чтобы вот сразу же пропитать эти кубики водой. Они очень легко напитывают воду, все предпособлено для того, чтобы набирать воду. И напитали и ваша почва, вот эта вот искусственная ваша вата, это в полном-полном порядке. Значит, возвращаясь к пробкам. Что такое пробки? Вот посмотрите, иногда можно сеять прямо вот сюда вот, вот в это отверстие. Сюда вот семечку положили, ну я положил и засыпал вермикулитом. И у меня перчики уже начали отсюда выходить. Вот смотрите, вот здесь, но иногда тепличные хозяйства, что делают? Они предварительно садят в пробку. Вот видите, здесь в середине есть пробка. То есть сперва вот сюда вот в маленькую пробочку сеют. А потом уже те сеянцы, которые хорошо себя показали в пробке, ну буквально на уровне семидольных листиков, они уже пересаживают вот сюда, уже вот сюда вот эту пробочку. Вот так тык и затыкивают. Ну, можно, конечно, так делать. Все те же самые преимущества будут, когда вы будете в этих минеральных пробках выращивать сеянцы до стадии их пикировки. У вас не будет подрывания корней, у вас не будет рисков инфицирования фузариумом, у вас не будет никаких там траблов по поводу имушек каких-то. Ну и опять же, вы уже на постоянное место в землю посадите в стаканчик. Если вы уже такими не пользуетесь до самого окончания периода выращивания рассады, вы уже в стаканчик с землей посадите готовый сеянец. Да, что, ну в общем, не требует травмирования этого сеянца там и так далее. Поэтому здесь тоже вполне можно этим пользоваться без проблем. То есть выращивание рассады без земли в минеральных пробках, в минеральных кубиках, в минеральной вате. Что ж, испытайте. Ну, мне даже интересно. Вот я вот это взял, но мне интересно, понимаете, прям интересно. И я думаю, что многие из вас тоже оценят по достоинству вот эти материалы. Ну, другое дело, что они, конечно, тоже не должны быть дорогими. Ничего сверхъестественного здесь нет. Вы можете в равной степени, если вы хотите получить все преимущества вот этой ваты, вы можете посеять точно так же вермикулит пустой, в котором тоже нет никаких патогенов. И он имеет все те же самые преимущества, что и эти кубики. О посеве в непочвенные субстраты, в песок, вермикулит, минеральную вату, строительную, я уже рассказывал отдельно. И скоро буду показывать, потому что сеянцы уже пошли. Пошли выходить из этих субстратов. Так что это видео о результатах этого посева не за горами. На этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»